всем привет меня зовут настя это мой канал о вязании сегодня как я и обещала воспользуюсь моментом и попробую снять возможно даже целиком я уже боюсь говорить мастер-класс ну наверное мастер-класс да некое подобие в общем я расскажу как я вижу этот бактус а вот покажу схемы возможно это будет три части например можно сделать так что первой части я покажу схемы расскажу как я вяжу по ним это этого будет достаточно тем кто уже имеет достаточный опыт чтобы связать тут в общем то никаких сложностей нет так что даже не имея большого опыта можно будет все понять вот вторая часть наверное я провяжу установочные ряды их 8 и уже перейду к основной схеме это прям наверно нужно сделать подробно для новичков те кто вязал только прямой шарфик вот не знаю получится или нет но по крайней мере хочу попробовать и третья часть я расскажу и покажу наверное даже тоже буду вязать вот эти элементы освещение у меня уже тут немножко вечерние вот давайте покажу вам что у меня есть раз уж мы называем это мастер-классом то я прям подробно именно расскажу об этом бактусе как именно я именно его вижу вот значит вот что у меня есть на данный момент он скручивается не знаю почему кстати платочка вроде бы не должна но тем не менее вот и я уже прошла все цвета да вот конечно немножко привираем засвечивает камера ну в общем то можно сейчас попробую с белым фоном поговорить о цветах это пряжа кауни и расцветка я так понимаю называется расти переводится это как ржавчина что-то может быть в этом и есть но я вижу эти цвета немножко по-другому мне кажется что это что-то такое осеннее вот не ржавчина именно какое-то лиственное влажное короче да вот так и так приступим к вязанию у меня уже тут тьма тьмущая поэтому прошу прощения за освещение такое но я думаю все будет видно значит что по схеме здесь я показываю уже черновики свои ну вот я более-менее так чтобы было понятно перевисовала вот принципе вот вся наша схема вот сейчас мы будем делать установочные ряды восемь рядов я провяжу все это я сейчас провяжу вместе с вами значит восемь рядов у нас установочные мы делаем прибавки в каждом втором ряду и никаких убавок в них пока мы не делаем вот дальше мы 20 сантиметров ну или около того вяжем вот по такой схеме день сейчас будет от руки наносит страны как-нибудь мы вяжем таким образом что в каждом втором ряду мы прибавляем делаем накид перекрещены я делаю и в каждом четвертом ряду мы петельку одну убираем вот а потом мы переходим на то что убираем петельку не в каждом то не каждом четвертом получается здесь вот та схемке только лицевые ряды да вот и здесь получается у нас каждом четвертом а здесь каждом шестом и вот так мы вяжем после 20 сантиметров чтобы у нас как раз был вот этот длинный асимметричный хвост значит что нам потребуется я возьму спицы троечку я вяжу на тройке вяжу я этот бактус из кауни как все это слышали это же на тройке вот это кстати спицы одной фирмы но вот от этих спиц это чулочные обычные спицы носочные я от них в восторге они остренькие очень удобные а у этих кончики не такие не очень вот это хобби по супер бюджетные спицы вот и образец вот этот я буду вязать из ализабелла потому что но это просто будет легче потому что она равна и толщины толщины по всей длине и в принципе она по толщине ну конечно не идентична но близко вот более-менее видно да с кауни да есть такая сложность что она то совсем прям тончайшую ниточку то широкая разной толщины по длине ну ладно я думаю что приступим наверное к установочным рядам сейчас опять мне что-то помешало продолжить вернее начать села батарейка и кончилась флешка все как-то одновременно происходит вот сейчас у меня уже ночь уже полночь поэтому если я буду заговариваться или вообще нести откровенный бред то простите меня пожалуйста так давайте приступим уже наконец-то значит первый ряд мы берем делаем петельку как я делаю петельку просто обычным способом вот вот у нас петелька теперь мы ее провязываем как бы сделать чтобы была видна схема в общем провязываем эту петельку сейчас я поправлю фокус за переднюю стенку ошиблась я немножко с пряжей она у меня расслабляется и очень то у я затянула петлю вот и за заднюю стенку с горем пополам у нас получилось две петли вот одна как бы метаться лицевой 2 изнаночной вот переворачиваем вязание это мы сделали вот этот первый ряд провязали вяжем следующий ряд первую петлю она у нас будет это будет вот этот край тот который где у нас идут прибавки вот этот край поэтому краю мы всегда первую петлю не снимаем а вяжем лицевой а вторую петлю в этом ряду мы опять вяжем в 2 за переднюю стенку и за задние не получилось вот теперь у нас три петли следующий ряд у нас выглядит вот так вот просто три петли мы провязываем лицевыми вот три петли я провяжу сейчас не фокусе лицевыми петлями и следующий ряд четвертый у нас сейчас мы уже начинаем формировать вот этот край где у нас будут убавки я так решила сделать вот не знаю почему но почему-то мне кажется это логичным где мы набираем петли сделать вот такой край из вечных лицевых на лице и изнанке а край где мы делаем убавки то есть как бы прямой край сделать но обычная последнюю петлю провязывать изнаночной а первую петлю снимать и так значит мы вяжем четвертый ряд первую петлю мы снимаем вторую петлю мы вяжем лицевой третью петлю мы вяжем два раза все время я ухожу вверх почему-то трудно в общем смотреть в объектив совершенно никак не получается и так мы сделали четвертый ряд в пятом ряду мы все петли провязываем лицевыми 3 петли лицевыми а последнюю изнаночной 1 2 3 лицевые последняя изнаночной которую мы позже будем снимать ой ой теперь у нас шестой ряд первую петлю мы снимаем 3 петли лицевыми 2 вернее лицевыми а третья лицевая и и добавочная вот видите уже вырисовывается здесь край прямая сюда и прибавки это сейчас секунду это у нас был ряд 6 теперь вяжем 7 первую петлю провязываем лицевой затем еще 3 лицевых и последнюю петлю изнаночной у нас получается 5 петель в общем в конце наших установочных рядов у нас должно 5 петель в восьмом ряду мы просто провязываем по рисунку первую петлю снимаем и остальные вяжем лицевыми лицевыми вот здесь будет длинная сторона здесь будут прибавки здесь мы уже сейчас приступим к убавлением и теперь я предлагаю связать вот эту вот часть вот эту часть вот по этой схеме вот вот по этой схеме сейчас мы будем вязать вот значит по вот этому краю на камне кстати так не видно где какой край там просто запутаться очень легко за этим нужно следить здесь вот так он прям раз и вырисовался до треугольничек в кауне по вот в этой тонкой совершенно по-другому все это виделось значит делаем накид каким образом я делаю эти накиды первую петлю мы провязываем лицевой потом я делаю вот такую петельку вот такую всегда здесь вот и до конца мы вяжем до последней петли вяжем лицевыми а последнюю всегда изнаночной и в но эти ряды я крестила нечет четными да получается мы в нечетных вот провязали мы нечетный ряд в нечетных рядах мы прибавляем петлю и последнюю вяжем все лицевые и последнюю изнаночной а в четных рядах мы петлю снимаем первую не провязывая и просто вяжем лицевой лицевыми петлями до конца вот это второй ряд раппорта теперь у нас третий ряд раппорта это у нас идет нечетный ряд поэтому первую петлю мы провязываем делаем опять петельку ну тут легко тут видно по вот этой уширяющей стороне делаем петельку всегда и вяжем до не до конца а вот я и уже тут накосячила теперь значит мы я оставляю не перед кромочной делаю убавку оставляю еще вот эту петлю и поэтому мы вот эти две петли мне мешает штатив господи провязываем одной вот я уже что-то лишнее там подцепила сейчас прошу прощения ошиблась я действительно с пряжей я что-то думаю что из нее мне гораздо легче будет вязать но она поскольку состоит из множество тоненьких нитей то расщепляется вот короче перед кромочной предпоследнюю лицевой провязываем и последнюю опять изнаночной опять переворачиваем это у нас четвертый ряд раппорта первую снимаем лицевые до конца вот ну давайте наверное еще разочек первый ряд раппорта нечетный первую петлю всегда в нечетном ряду провязываем лицевой делаем петельку накид вот таким образом до последней вяжем лицевыми последнюю петлю провязываем изнанкой переворачиваем четный ряд раппорта первую петлю снимаем и до конца ряда просто вяжем лицевыми вот он наш накид лицевой лицевой и теперь у нас третий ряд раппорта в котором мы делаем убавление первой первой первую петлю провязываем лицевой делаем наш накид петелькой чтобы не было дырочек в принципе ну вот я говорю о том как вяжу я вот именно этот платок именно сейчас вот именно так так такого формата будет видео а в принципе можно здесь делать дырочки можно поменять конфигурацию вообще схему ну тут уже кого на что фантазии хватит вот сами понимаете это изделие такое от края до края вот это мы должны сделать убавление вот я забалтываюсь но еще конечно то что полночь уже пол первой ночи я забываю провязать убавлению значит вот это оставляется у нас когда остаются четыре петли оставляются то мы провязываем лицевой две в одну перед кромочной лицевую кромочную провязываем изнаночной слушайте но я думаю тут вообще настолько все понятно вот видите уже он вот так выглядит сейчас покажу хвост на этой моей работе вот вот совсем начало здесь по-другому конечно но все из-за того что другую пряжу я взяла но искал не было бы непонятно вот и вяжем мы таким образом вот до вот этого момента я вязала 10 сантиметров 20 может быть 25 скорее всего наверное ближе даже к 25 вот и потом я решила что нужно посильнее уходить в это самое ту сторону и поэтому решила убавлять не в каждом четвертом а в каждом шестом ряду ну это наверное уже в следующем видео перейдем на каждый шестой ряд в принципе схема тоже давайте еще раз схему вот 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 эта схема у нас превращается вот в это магическое превращение такое происходит значит по условным обозначением давайте вот такой черточкой я не претендую на истину я в общем как мне было в голове так я решила и нарисовать вот вот значит это у нас петля изнаночная горизонтальная черточка вертикальная черточка у нас лицевая вот это вот загогулинка это накид и уголочек это две в одну но тут в принципе понятно все по логике здесь вот этот кружочек обозначает что мы петлю снимаем не провязывая плюсик это вот этот опять у меня все прервалось прошу прощения не помню на чем остановилась по моему по обозначениям я все сказала да вот вот так все это дело выглядит показывала я или нет дальше у меня начался такой узор но о нем я уже наверное буду говорить в следующем видео и вообще как дальше все это мы вяжем наверное уже в следующий раз потому что что-то никак у меня не выходит и наверное пора спать так что спасибо большое за просмотр всем вдохновение успехов в нашем деле нелегком иногда легком ну вот так вот на данный момент то что мы имеем спасибо за просмотр спасибо за то что на канале кто не на канале присоединяйтесь ждите финальную часть а может быть и не финальную в общем следующую короче опять я что-то разболталась все пошла спать пока